Ремонт затягивается. Истории известны многим. Терпеть неудобства не согласны жители домов по улице 20 лет РКК. Огромная яма на пути местных жителей каждый день напоминает, что ноги не железные, да и железный конь может не выдержать скачек по омским дорогам. Все подробности истории в материале Николая Явенко. Цепи машин в районе дома 63 улицы 20 лет РКК – картина привычная. Через узкий проезд автомобили тянутся не просто так, виной тому огромная яма, которая вот уже месяц не дает покоя местным жителям. Ольге Немченко 10-месячному сыну Грише рассказывать сказки не приходится. Кочки и маленькие дорожки юная Митча ощущает на себе. Детский сад напротив. Школа у нас рядом тоже, все спортивные сооружения. Детям вообще ходить невозможно. Мало ли кто, не дай бог, кто-нибудь упадет, пока петух не клюнет, как говорится, никто ничего делать не будет. Кому отвечать за вырытую проблему не ясно. Ограждение сюда поставили только на прошлой неделе, но риск провалиться вниз никуда не делся. Единственный плюс – укрепить знания по географии. Этот округ Октябрьский, а через дорогу уже центральный. Дорога наша, вот РКК, она делит. Выкопали на Октябрьском районе, перевалили всю грязь центральной. То есть не могут они даже определиться, кто где копал, кто куда вывалил это все. Владимиру Ивашенко вечные пробки под окнами надоели, но дело не в шуме. Поездки на машине в таких условиях пенсионер прекратил. Неудобно. Я еду отсюда, допустим, выезжаю в серийный хвост, машин. То есть вы передвигаетесь на машине, вам мешают? Да, да. Конечно мешают. Пробка-то вообще. Я бы не открывал, как он сюда. Это как с утра начинается с пяти. И все пробка, пробка, пробка и пробка, пробка и пробка. А за радужными лентами ограждений появляются рабочие в касках, но не те, что нужно. И нам кабель порвали. Мы его будем ремонтировать. Как нам удалось выяснить, именно кабель стал причиной долгих мук граждан. Там работы проводил Омск водоканал. Они устраняли свое повреждение, повредили кабель и пришлось восстановить кабель. Вот эти работы как бы затянулись у нас. И думаю, завтра, послезавтра они должны засыпать. В пятницу я лично проверял. Это место было огорожено. Все выставлены. Знаки, все как положено. Значит, подождать еще немного. Николай Евенко, Александр Филиппов, Антена 7.